Это устройство с горящими лампочками – шлем для людей с ограниченными возможностями зрения. Над его созданием Иван с командой трудились пару месяцев в промежутках между уроками. Разработку тестировали на себе. Нужно было что-то такое, что можно будет использовать дома. То есть человеку нельзя напрягать глаза, но дома же как-то надо перемещаться, поэтому он передвигается и слышит, и дается сигнал звуковой, если он подходит близко к стене. В зависимости от того, с какой стороны находилась стена, звуковой сигнал может идти с правого уха, с левого уха или сзади. Шевелитель мыши, дозатор еды, конструктор эмоций – все это изобретение участников межрегионального детского конкурса научно-технического творчества ПОП-АйТи-2023. Или просто ПОП-ИТ, как его назвали сами участники – школьники из разных городов Сибири. Сложно сейчас придумать вообще что-то, вот вообще струляного, но можно сделать уже имеющийся разработку более удобной, более дешевой, разработать нашу отечественную технологию, что сейчас очень важно для нашей страны в целом. На конкурс подали 60 заявок, из них в финале – 35. Некоторые проекты защищали дистанционно, но особое удовольствие для юного изобретателя – рассказать о своей разработке лично и показать, как она работает. Я ученик тратеробокласса, и я сделала ветрогенератор. Сделали примерно ее 12 часов. Ветер крутит его крылья и продается энергия в доме. Это человекоподобный робот. Его зовут Евпатий, в честь великого рязанского воевода. Ну, создавался он на цель того, чтобы, во-первых, научить, как бы, показать, что даже из такого простого конструктора, как Лего Манштормс, можно собрать такого огроменного робота. Он способен здороваться с людьми, повышать их настроение. Я занимаюсь созданием технологий по защите растений на сети ферме. Клубника садовая, она очень популярная, но при этом имеет слабый иммунитет. Я подумала, как можно решать эту проблему, и наткнулась на такой гриб, как глиходерма зеленая. В ходе своего размножения она выделяет особые селективные антибиотики, которые порождают грибы и некоторые возбудители других заболеваний. То есть, но при этом никак не вредит ни растению, ни человеку. У нас все также по категориям. Начальная школа, средняя школа и старшая школа. Мы даже специально представили здесь на выставке не в перемешку ребят, а как раз-таки по классам, чтобы можно было заметить, как ребенок в возрасте развивается, растет, и на что современный школьник делает упор. Изобретатели первых-четвертых классов упор делают на робототехнику. В старшей школе начинают интересоваться экологией, физикой, информатикой. И чем больше знаний в разных областях ребята получают, тем глубже проекты, объединяющие несколько наук. И видно, что у них глаза горят. Когда они рассказывают про свои работы, это очень интересно служить. Они делают, они учатся, они видят, где какие недостатки. Может, в дальнейшем увидят в своем проекте. Главное – начать. Конкурс, организованный Тусуром, станет ежегодным и будет открывать все больше талантов в области технического творчества. Ведь чем раньше заинтересовать ребенка науками, тем больше вероятности пробудить к ним интерес. Продолжение следует...